Коллеги, рядом со мной Лина Абраменкова, это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Лина. Здравствуйте, Сергей. Хочется узнать, сессия была интересная, животрепещущая. Пожалуйста, нужно рассказать, какая была тема? Мы участвовали в двух сессиях. Первая, которая была утром, она была очень интересная и сложная. С одной стороны, интересная, с другой сложная, потому что блестящие участники, представители компаний, которые ведущие игроки рынка, и мы готовились к этой сессии достаточно серьезно. Но, как показалось, мы затронули самые важные, самые хайповые, самые животрепещущие темы, которые сейчас стоят перед сферами поставок. Вопросы и темы. Буквально тезисно, какие же главные вопросы сейчас стоят? Вот, может быть, вы поделитесь с нашими зрителями. Ну, мы говорили о том, что сначала было ощущение, что мы в серии черного зеркала. Потом мы говорили о том, что новая реальность – это уже новая нормальность, что это обыденность, что мы, по сути, раньше жили от кризиса к кризису, сейчас мы живем в состоянии постоянного кризиса, и он стал естественным. О том, как это открывает нас как профессионалов, развивает как профессионалов, и что мы делаем для своих компаний, чтобы от нас было больше пользы. Уровень полемики и, в принципе, настроение у спикеров какое было? Поделитесь, пожалуйста. Ну, как говорил Наполеон, народ уже смеется. Говорили о том, что логисты, черти – это люди, которые приспосабливаются к самым сложным ситуациям и вывозят, в том числе, там, они, свои компании в самых сложных ситуациях. Говорили о том, что это время возможностей, которых не было, там, с 90-х или с 2000-х золотых, что сейчас нужно воспользоваться этими возможностями и продвинуть свои бизнесы, ну, благодаря вот этой классной ситуации. Она, конечно, тяжелая, сложная, трагическая, но она классная, потому что много возможностей. Все говорят, что когда все происходит очень гладко и максимально чопорно, и максимально гладко, это не точки роста и не бывает всплесков. Кто-то может проиграть, но умный игрок, конечно же, сможет выиграть данную ситуацию. Ну, мы говорили о том, что хорошо бы баланс соблюсти, потому что система, она должна находиться и в состоянии покоя, и в состоянии движения, и в статике, и в динамике. И, ну, как бы самые лучшие, самые выгодные моменты – это когда вот этот баланс наступает. То есть после динамической истории, статической, в эту статическую, в этот момент мы готовимся к новому вызову, и когда случается новый вызов, мы демонстрируем, как мы поняли предыдущие, чему мы научились, и какие мы имеем новые сейчас там навыки, инструменты и прочие вещи. С нетерпением ждем статики, скажем так. Да, но мы так поняли, что, наверное, не в этой жизни. Все интереснее и интереснее, все чудесатее и чудесатее. Ну, то, что если серьезно, мы видим, что это возможности для российской логистики, для отечественной логистики стать круче, стать сильнее и стать оптимальнее, эффективнее. Потому что нам нужно искать те деньги, которые валяются под ногами, искать возможности, чтобы развитие бизнесов не останавливалось. А мы тратим много денег и как бы с нас и спросятся. Да, давайте немножко поговорим о сессии, которая закончилась прямо вот недавно. Тоже очень интересно, какая была тема, кто выступал, какие были интересные мысли. Ну, там было много вопросов, но ключевой вопрос, о котором говорила, допустим, я и говорила коллега из Озон, Анастасия, это как раз уберизация. То есть я рассказывала о кейсах своей компании, своей сети, о том, как мы вместе с поставщиками и с логистическими партнерами добиваемся вот этой совместной эффективности. И наша цепочка поставок, supply chain, превращается в value chain, то есть в цепочку стоимости. И как вот эту стоимость, добавленную эту эффективность, мы честно делим друг с другом, потому что мы ее создали вместе. Говорили об этом и говорили о новых IT, о программных продуктах, которые позволяют как раз в цепи поставок выполнить вот эту уберизацию, объединить игроков для общей пользы. Все были согласны, что это очень хороший путь, или были люди, которые предлагали какую-то другую модель, которая, на их взгляд, была более состоятельна? Ну, там были разные мнения, конечно, даже мы там, допустим, с Анастасией за зоной, то там в каком-то моменте мы не сошлись. Нас спросили, где самое большее развитие, где будет вот этот максимальный выхлоп, где выстрелит. Анастасия сказала, что в IT, я сказала, что в ритейле, но потом мы сошли, что и там, и там. Также коллеги продвигали историю с интеллектуальными моделями, когда там в формате брейнсторма несколько участников предлагают лучшие идеи, какие-то новые проекты, и отъедали, скажем так, у нас фокус внимания публики, тех, кто нас слушал. Но было интересно. Звучит даже интересно. Я очень рад за тех, кто смог посетить эту сессию. И, наверное, хочется, наверное, от вас какие-то напутствуют слова всем игрокам рынка, чтобы они поняли, что вы видите наше будущее каким? Ну, мы как раз обсуждали, какой у нас посыл, какая у нас вот эта энергия, да, там. Мы говорим о том, что все ужасно, и мы все умрем, или что, нет, давайте окопаемся, давайте спасаться, или нет, ребята, это классное время, давайте используем все возможности. На самом деле, даже самые пессимистически настроенные люди пришли к выводу, что это время, это золотая эпоха, это как золотая лихорадка. Вот, я считаю, что все должны посмотреть вокруг себя и найти эти возможности, как личные, профессиональные, для себя, для своей семьи, для своей карьеры и для своих бизнесов. Всем процветания, друзья, непростое время, рождает сильных людей, мы выстоим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.